Конституционный суд Украины Я уверен, что решение Конституционного суда будет на этой неделе. Идеально до конца недели они должны принять соответствующее решение. Это будет или в четверг, или в пятницу. Не нужно тянуть, потому что серьезные проблемы в обществе возникают. Одни говорят, что будут внеочередные выборы, другие говорят, что не будет таких выборов. Нужно, чтобы Конституционный суд поставил точку. В судебной перспективе в этом деле просто не существует, как мне представляется. И думаю, что абсолютное большинство судей Конституционного суда согласятся с тем, что я говорю. Потому что в процессе рассмотрения этого дела не были представлены даже списки членов коалиции. Но если суд требует, а председатель Верховной Рады говорит, что я не дам эти списки, ну о чем говорить? Они сами понимают, что это серьезная проблема. Они сами понимают, что президент имел право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Представим, что Конституционный суд признает указ президента Владимира Зеленского конституционным. Насколько я знаю, вы планируете выдвигаться в качестве самовыдвиженца. Почему именно такой формат вы избрали? Вы знаете, я встречался с многими коллективами, которые расположены в Приморском районе. И многие высказались за то, чтобы я шел как самовыдвиженец. 20-тысячный коллектив Национального университета Одесской юридической академии принял такое решение, рекомендовали мне, чтобы я шел как самовыдвиженец. Я встречался с молодежью, молодежный совет нашего города высказал практически единогласно, чтобы я шел на выборы. И я вам хочу сказать, что заседание совета ректоров было, практически всех, кто присутствовал, они поддержали меня в этом вопросе. Я встречался с афганцами нашими, и они однозначно будут, сказали, поддерживать меня и рекомендовали мне идти как самовыдвиженец. Если коллективы и граждане нашего Приморского района, города Одессы, рекомендуют мне пойти по такому пути, я по такому пути и пойду. Ведь я вам хочу сказать, что я это делал несколько раз. Будучи народным депутатом, я избирался, и как правило, я был самовыдвиженцем. И последние выборы в 2014 году, несмотря ни на какие административные рычаги, которые были задействованы против меня со стороны губернатора нашей области, тогдашнего губернатора. Для меня партия – это в первую очередь жители Приморского района. И то, что они мне рекомендуют, чтобы я шел как самовыдвиженец, я принимаю это. И вот в ближайшее время планирую регистрироваться в Центральной избирательной комиссии как самовыдвиженец. Я встречался вот буквально день назад с Советом ветеранов Приморского района, они мне высказали всяческую поддержку. Мы помним точно так же, самовыдвиженцем вы баллотировались на прошлых выборах в парламент в 2014 году. Тогда компания действительно была напряженная. Мы помним ту массивную политическую, и не только политическую атаку на вашу кандидатуру, когда вы победили с серьезным отрывом. Не опасаетесь ли вы, давайте вспомним и сравним вообще ту компанию с этой, и не опасаетесь ли вы повторения той напряженной ситуации, которая возникла вокруг вашей кандидатуры на выборы? Вы знаете, я никогда легко не прохожу в парламент. Я помню 2014 год, и весь административный ресурс и города, и области был задействован против меня. Но жители Приморского района меня поддержали, и я им благодарен, и на протяжении вот этих пяти лет я работаю. Я встречаюсь с коллективами, я общаюсь. Мы запустили несколько социальных проектов. Мы строим, создаем, показываем пример всем, что необходимо делать, как необходимо работать народному депутату. Я не прогуливаю в Верховной Раде, я посещаю все заседания в Верховной Раде. Я один из самых, ну извините меня, активных народных депутатов по количеству депутатских запросов, по количеству законопроектов. Поэтому мне не привыкать, что будет задействован административный ресурс. Но у нас пока нет губернатора, у нас нет руководства области. Ну если будут, то будут помогать. Мне не нужна их помощь, мне нужно, чтобы они не мешали, чтобы объективно относились к каждому кандидату в народные депутаты. Вот что мне нужно. Коллектив Национального университета Одесской юридической академии, это 20-тысячный коллектив вместе со студентами. Коллектив Международного гуманитарного университета, они меня поддерживают. Я чувствую эту поддержку. И если есть поддержка коллектива, значит ты на протяжении многих лет делал все правильно. Поэтому мне не привыкать, что мне, как правило, мешают на выборах Верховную Раду, создают искусственные такие припоны, создают все для того, чтобы очернить меня. Вот и сейчас я еще не зарегистрирован, я еще не кандидат в народные депутаты. Уже выложили статьи, которые были написаны в 90-м году, которые были написаны в 95-м году. И одно и то же показывают, рассказывают. Но я вам хочу сказать, кто-то за этим стоит. Ведь для того, чтобы опубликовать статью негативную, я просто знаю это хорошо, и спрашивали, большие деньги нужно платить. Нужно платить сотни тысяч гривен, если не миллионы, для того, чтобы очернить того или иного политика. Но в Киеве есть такие, которые платят для того, чтобы подмочить репутацию народного депутата Кивалова. Я не могу понять, почему. Это или зависть, или кто-то собирается идти на этот округ, и обязательно нужно. Но я не знаю, для чего это делается. Вот, ну что, я здесь вырос, я здесь народный депутат, уже несколько созывов работаю. Я построил достаточное количество объектов. Мы создали Национальный университет, Юридическая академия, Международный гуманитарный университет, два колледжа создали. Мы создали разные социальные проекты, строим школу, общеобразовательную школу. Вот, начали строить школу в 2014 году. Вы знаете, это такой объект особый. Если бы я не верил в своих избирателей, если бы я не верил в свой город и свою страну, я бы никогда не начал строительство школы. Я не знаю, кто еще строит школы у нас. Это социальный объект, и он очень дорогостоящий. Но есть люди, которые действительно хотят помочь построить этот объект. Есть люди, которые реально помогают мне в финансировании этой школы. Это школа будущего будет. Это школа совести будет. Ну, я думаю, что жители Приморского района и жители нашего города, они оценивают. Люди все видят и все знают. Некоторые политики думают, да, я не буду показываться на округе. А некоторые политики думают, да, кто там будет знать. Люди все понимают и все знают. И могут оценить реально, кто из народных депутатов что сделал и что планируют сделать. Я помню то противодействие в 2014 году, когда многие были против вас. И вот сейчас вы говорите, а я вспоминаю заявление Петра Порошенко, который приехал в Одессу и на пресс-конференции на территории морского вокзала призывал не голосовать за вас. Я это хорошо помню, когда Петр Порошенко в присутствии там десятка камер, журналистов сказал, не голосуйте за Кивалова и не голосуйте за оппозиционный блок. И вы знаете, одесситы сделали все наоборот. Он как-то не очень хорошо относился, ну и к Одессе, и ко мне. Наверное, это связано с каким-то личными неприязненными отношениями. Наверное, я не могу знать. Я, кстати, не имел возможности спросить у него. Я видел его, но у меня не получилось спросить, почему он на протяжении многих лет заявлял так, чтобы только Кивалова не избрали в Приморском районе. Я, знаете, для меня это тайна, покрытая мраком. Ну, ведь я общаюсь с коллективами, которые расположены и в Приморском районе, и в городе Одессе. Они меня поддерживают во всех моих начинаниях. Что бы мы ни делали, я чувствую эту поддержку. Знаете, мы сделали несколько таких социальных проектов, которые идут и оказывают реальную помощь нашим гражданам, которые проживают в городе Одессе. Хотелось бы, понятно, что вы еще официально не выдвигались в качестве кандидата в народный депутат, но, тем не менее, очевидно, у вас уже есть понимание, какой будет ваша программа. Может быть, коротко, несколько основных тезисно пунктов ключевых, с которыми вы идете на выбор. Первое, что я сделаю, как стану народным депутатом, это предложу новый закон о русском языке. И то, что они вытворили напоследок, когда Порошенко уходил, вместе с Порубьем сделали то, что вообще в Одессе не воспринимают, на юге Украины не воспринимают, на востоке не воспринимают, больше половины страны не воспринимают, они позволили себе все-таки сделать и нагадить, извините меня за такое выражение, приняв новый закон. Как же великая хартия о языках, нормы международного права имеют большую юридическую силу, чем национальное законодательство, и мы не имели права принимать этот закон. Естественно, что я был категорически против. Вот перед вами сидит тот человек, который на протяжении двух лет лоббировал этот законопроект, и прошел все международные экспертизы. Венецианская комиссия, которая является наиболее авторитетным международным органом, приняла решение и поддержали этот законопроект, и который был принят. И Конституционный суд взял и отменил его, этот закон, и сказал, что он не Конституционный. И знаете почему? Не по содержанию. Содержание там идеально все сделано, каждая статья прочитана и выверена, и она соответствует тем обязательствам, которые Украина взяла на себя. Первое, что мы сделаем, мы примем новый закон о русском языке. Я подчеркиваю, русском языке и других языках нацменьшинства, как записано в 10-й статье Конституции Украины. Второе, я думаю, что нам необходимо рассмотреть вопрос и остановить тот процесс, который связан с Церковью. Нельзя вмешиваться в соответствии с Конституцией в церковные дела. Церковь отделена от государства, и они навязывают сегодня и забирают храмы. Слава Богу, что ушел президент Порошенко, потому что этот процесс привел, наверное, к массовым неповиновениям. Потому что если я хожу в православную церковь, и я с детства посещаю ее, и миллионы граждан Украины это делают, они пытаются забрать у нас православные церкви и передать их в другой патриархат. И мы видим, к чему это привело. Люди просто сегодня не воспринимают это. Хотите создавать свою церковь? Стройте сами, создавайте сами. Мы вот коллектив Национального университета и юридической академии построил храм Святой Мученицы Татьяны 10 лет назад. И мы ходим в этот храм. Хотите себе – стройте. Но они же хотят на готовое забрать, допустим, ту церковь, которую у нас. Вот мы построили, они хотят забрать. Но это справедливо, это неправильно. Мы этот вопрос поднимем и остановим этот беспредел, который есть законодательно. И я думаю, что все, что связано с тарифами – это неподъемный тариф. И вы знаете, на протяжении многих лет я ни разу не проголосовал за бюджет, который регулирует этот вопрос и регулирует вопрос поднятия тарифов. Но мы уже только ленивые об этом не говорим. Они уничтожили практически все жилищно-коммунальное хозяйство. Потому что увеличив в десятки раз, я подчеркиваю, за пять лет оплата за коммунальные услуги, оно сегодня пришло к полному обнищанию граждан Украины. Полному обнищанию. Мы, конечно, отменим сразу те реформы медицинские, так называемую медицинскую реформу, которую предложили, которую сегодня реализует Супрун. Они просто не встречаются с людьми. Вот я часто встречаюсь с людьми и в этом году, и в том, и четыре года назад. Не воспринимают. Вы понимаете, что люди не воспринимают? Ну как можно воспринимать медицинскую реформу, если они в бюджете закладывают 50 копеек в месяц на гражданина? Вот за 50 копеек можно лечиться? В месяц вызывает смех, но, знаете, люди плачут. Они не имеют возможности. Они обречены с такой реформой. Да и еще десятки таких реформ, которые нам необходимо разрешить. Я считаю, что судей районных судов первой инстанции нужно избирать. Ничего в Приморском районе не избирать нам судей. Я считаю, что это закономерно. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что в каждом районном центре должны быть судьи. Ну в районе избирают депутатов райсовета, там 15-20 человек, ну изберут и трех судей. Я считаю, что это правильно. Если судья не принимает заведомо неправосудное решение, но он в следующие пять лет никогда не будет избран. Это реформа. И мы запустим этот процесс. Почему бы не изменить Конституцию и ввести такое понятие, как мировые судьи? Наверное, это тоже правильно. Ну что, мы загружаем суды и люди ждут, пока рассмотрится то или иное дело по 3-4, по 5, по 7 лет. Но это неправильно, несправедливо, это не правосудие, которое есть. И обвиняют, что я рядовой депутат комитет по вопросам правовой политики. Я рядовой депутат, даже не председатель подкомитета. И начинают рассказывать это кивал. Подождите, я как раз наоборот хочу сделать все, чтобы судебная система работала. И то, что сегодня они натворили, то это полный беспредел. Мы видим, правоохранительные органы сегодня дошли до того, что 70% тех преступлений, которые совершаются в городах и районах, они не раскрываются. Вот это нужность в первую очередь. Скоро на улицу нельзя будет выйти, потому что захлестнула нас преступность. Для реализации этой программы нужны единомышленники. Надеемся, что они будут в этом программе. Я всегда заходил в ту политическую силу, которую поддерживают наши граждане, граждане города Одессы. Вот я в 2014 году избрался как самовыдвиженец. Ну, поверьте мне, что были предложения пойти и в одну политическую группу, и в одну фракцию, и в другую. Но я не пошел, потому что я знаю, что граждане не воспринимают эту ту или иную политическую силу, которая предлагала мне войти. Я пошел через год в оппозиционный блок. Потому что оппозиционный блок боролся с тем беспределом, который был в то время. И мне ближе по духу это политическая сила. И, знаете, я абсолютно не жалею, что я находился там, неудобным. Все, кто в оппозиции, они всегда неудобны. Все, кто в оппозиции, они всегда под пристальным вниманием. И есть определенные сложности. Ну, вот пять лет я находился в оппозиции. И пять лет делал все для того, чтобы этот Верховный Совет ушел в отставку. И через год после того, как нас избрали, я сказал, что более непрофессионального парламента у нас никогда не было. И я сегодня подтверждаю, что часть депутатов вообще читать не умеет. Часть депутатов не имеет вообще образования. И какой это парламентарий, если он по слогам читает. И мы хотим, чтобы у нас были какие-то приняты хорошие законы. Или мы хотим, чтобы прошли какие-то реформы. Реформа, как слово, ругательное. Уже сегодня, как нарицательное. Потому что, если говорят реформы, сразу людей бросают в дрожь. Мы дореформировали все отрасли, которые существуют у нас. Мы дореформировали все органы власти, которые сегодня практически развалились. Если минимальная пенсия, которая была в 2014 году, там, социальная пенсия, уменьшилась в два раза минимум, то это не реформа. Если социальная пенсия была 50 долларов, то сегодня социальная пенсия 22 доллара. Можно прожить на этот день? Если профессор в 2014 году получал примерно около 2000 долларов, то сегодня профессор получает 600-700 долларов. Что это реформа? Уничтожили все институты власти. Еще и не хотят идти на досрочные выборы. Хотят еще хотя бы 2-3 месяца посидеть для того, чтобы половить рыбку. Ну, уже хватит, достаточно. Уже науправлялись. Надо остановить этот беспредел, пойти на выборы, избрать нормальный парламент, который бы действительно был профессиональный и принимал те законы, которые идут на благо наших граждан. Спасибо, Сергей Васильевич, вам за интервью. Успехов вам и на выборах. Спасибо. Спасибо.